Катя, ну научи, ну пожалуйста! Ладно, Дианку уговорила, одевай! А шлем обязательно надевать или нет? Конечно, надевай шлем, а потом только ролики. Даже если мы будем кататься дома, это все равно опасно, потому что ты еще не умеешь. Девочки, девочки, тук-тук-тук, а давайте во что-нибудь поиграем. Макс, мы тебе сказали, что мы с тобой не играем, выйди из комнаты. Да, давай, Макс, иди-иди, ты опять со своими пранками, приколами, давай, иди отсюда, мы с тобой играть не будем. Кать, да не буду я вас пранковать, скажите сами, во что бы хотели поиграть, в вашу игру и поиграем. Нет, все, Макс, у тебя был шанс, все, иди отсюда, мне что, маму позвать? Ну и ладно, ну и сидите тут, одни. Чего они там такого интересненького делают, а? Я сейчас узнаю. Поставим камеру на квадрокоптер и с телефончика запускаем. Все, Кать, я готова, что нужно делать? Ну, Дианка, шлем нужно бы застегнуть. Да ладно, мы же дома, ну, как на них ехать? Передвигай ногами по очереди так, оп, оп, и научишься, и оп, оп, ай! Ну, ничего, вставай, как ты думала, сразу встала и поехала? Ладно, попробую еще раз. Оп, 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 да, хорошо, что шлем надели. Да ну эти ролики, вот бы было лето, и можно было бы покататься по дороге, там я бы быстрее научилась, чем по этой комнате. Ну, не знаю, Дианка, я училась дома. Эх, а про лето это точно, сейчас бы на пикничок с палаточкой в лес, пожарить маршмеллошки, вот было бы здорово. Здорово. Хм, Катя, вообще-то сейчас уже не так холодно, может попросим маму с папой устроить нам пикник на природе? Мам, мам, пап, а пойдемте на пикник в эти выходные с палатками? Кать, ну ты что, какой еще пикник, еще прохладненько, заболеемся, замерзнем там. Мам, мам, ну хотя бы без ночевки, просто на пикник. Ух ты, пожарить маршмеллошки на костре. Мам, пап, пойдемте, серьезно. А я говорю нет, рано еще, дождитесь тепла. Эх. Что там, Кать, что мама сказала? Судя по выражению твоего лица, то нет, да? Да. Да, то есть пойдем или да, то есть нет? Да, нет. Ну, то есть не пойдем. Холодно, говорит, еще, простынем все. Ой, как жаль, а я уже так захотела. Думала, что они разрешат. И я тоже думала, что разрешат. Так, ну что, посмотрим, что они там делают. Давай, 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 поднимайся вперед. Так, ну-ка, повернись, повернись, повернись. Давай, 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 подальше, подальше, подальше еще. Вот так, зависни. А теперь смотрим просто. Че это они там такие грустные? Что-то про пикник говорят. А, мама не разрешила. Да, в походу я бы сходил. Ну что делать? Мама говорит, погода еще плохая. А что если устроить пикник дома? Кто нам помешает? Девочки, мальчики, что такие грустные сидим? А? Знаете, что я тут думал, думал и подумал? А давайте устроим пикник дома. Откуда ты узнала про пикник? И дома это как? Да так же, как в лесу. Палатка, спальник возьмем. Ну? Ага, а костер где разведем? Здесь посреди комнаты? Я что-нибудь придумаю. Так, я в магазин за маршмеллошками. Кстати, это, не дадите мне немножечко денег? У меня не хватает. Ладно, возьми. А нам-то что делать? Ну как что? Приготовьте все для похода. Палатку там, коврик, спальник. А я мигом туда и обратно. Хитренький. Это мы, значит, весь пикник сейчас сделаем. А он только до магазина сбегает. Ну да. Ладно, давайте вместе тогда все построим. А потом я в магазин. Ура! Мы идем на пикник. Точнее, пикник идет к нам. Хорошо, Макс, уговорил. Так, вот спальник будет здесь. Отлично. А сверху поставим палатку. Вот здесь. Ух ты, настоящая палатка прямо в комнате. Здесь будет шезлонг для того, чтобы валяться и отдыхать. На телефоне включим пение птиц, чтобы было похоже на лес. А еще нам понадобится маленький столик, чтобы готовить завтрак там, обед. На столик кладем наши шампура. Рядом поставим наш костер, на котором мы будем их жарить. Макс, ты куда? А это безопасно? В комнате-то. Катя, да всего-навсего свечка. Их же поджигают дома. Ничего страшного. Так, а еще для полной картины нам нужны лесные животные. Фу-фу-фу. Может, все-таки без животных обойдемся? С животными и с растениями. Здесь будет расти кактус. А здесь пальма. Ой, мы что, ушли на пикник в Африку, что ли? Не суть важна. Что нашел, то и принес. По палатке у нас ползает змея. А-а-а, где? Тише, Даник, тише. Она наверху. Но она не настоящая. Фу-фу. Макс, а можно было просто пикник? Без страшилок этих. Ой, красота. Не, Кать, нельзя. Так неинтересно. А здесь у нас жаба прыгает. Ай-ай-фу. Ненавижу лягушек. Макс, убери ее. А, Дианка, ну вы же хотели настоящий пикник? Вот. А здесь ползает ящерка. Макс, по-моему, хватит. Уже полное ощущение нахождения в лесу. Иди давай за маршмеллоу. Так уже хочется их пожарить. Да подождите вы, я хочу еще сделать рядом с палаткой маленький пруд. И налить туда воды. Ха-ха, вот теперь готово. Кстати, лягуху можно туда положить. В естественную, так сказать, среду. Не надо ее ни в какую среду ложить. Я, может, в эту среду еще купаться пойду. Ладно, сидите тут, отдыхайте в лесу. А я быстро до магазина. Здравствуйте. Я к вам за маршмеллоу. О, а вот как раз и они. Ого, какая большая упаковка. Нам хватит ни на один пикник. С вас 96 рублей. Хорошо, спасибо. Осталось эту упаковочку как-то до дома дотащить. Макса не дождаться, поэтому я пойду пока купаться. Ой, какая вода тепленькая. Даник, долго там не сиди, простынешь. И возьми полотенышко. Ой, Даник, беда. Твое полотенце жаба заняла. Хе-хе-хе. Эх, у меня уже в животе урчит. Когда он принесет маршмеллоу? Разбудите меня тогда, как он придет, ладно? Ладно, Дианка, отдыхай. А вот и я, цветов не надо. Давайте скорее надевайте маршмеллоу на шампурайте. И будем поджигать. Макс, что-то страшновато. Это точно безопасно? Кать, ну если хочешь, так не делай. Мы так будем. Да, ребят, идите скорее сюда. Даник, вылезай. Даже глаза закрыть не успела. Я иду, Макс. Жаба отойдет, мое полотенце. Ну что, я смотрю, все готовы? Поджигай тогда. Вот и готово. Давайте скорее жарить маршмеллоу. Ух ты. Смотрите, какой у меня. Пожарился уже? Да, Даник, даже подгорел немножко. И я свой поджарю. Саша, чем-то горелым пахнет. Ты ничего на плите не оставлял? Пришел черед моей маршмеллошки. И смотрите, как жарится круто. Вау, готово. Нет, Даша, я тоже чувствую, что ты горела и такое сладкое. Ты никакой пирог не пекла? Да нет, Саша, если пекла, я бы, наверное, запомнила. Сбегай скорее на кухню, посмотри, что там. Даш, на кухне не пахнет. Пахнет где-то в детской. В смысле в детской? В какой из них? У Макса, у Кати? Наверное, у Макса. Макс, что ты там ждешь? Не, у Макса никого. Все в порядке. Получается, у Кати. О, нет. Ай, фу, что это здесь? Ааа, жаба. Ой, что вы тут делаете, дети? Мам, мы на пикнике маршмеллошки жарим. Присоединяйтесь к нам с папой, у нас все готово. Дети, вы что, вы что, обалдели, что ли? Открытый огонь в доме, да, 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 да вы что? Уже пожарили что-то. Даша, ты, ты видела, что они делают, а? Я сейчас вас всех в угол поставлю. Так, это что, это у вас тут пруд, лягухи, палатка, даже спальник положили, посмотрите, все как надо. И нашли, на чем маршмеллошки пожарить, дети, да вы что? У нас что, дом лишний, что ли? Вы понимаете, если бы вы его сожгли, мы бы так и жили с вами, на улице, с жабами, фу, и змеями. Мам, да ты чего, мы просто на пикник хотели, но это же безопасно, это просто свечка, и все. Раньше, между прочим, в древности такими свечками этот свет делали, и никто не сгорел. Раньше, Макс, в школу по 20 километров пешком ходили из лесу, корову в 5 утра вставали доить. И что теперь? В квартире открытый огонь, запрещен, ясно вам? Давайте быстро прибирайте тут все. Устроили они мне тут пикник, и получилось же все, смотри-ка, даже маршмеллошки пожарили. Ммм, как пахнет, Дианка, можно откусить, а? Конечно, мам, возьми, я себе еще пожарю. Я тебе пожарю. Ммм, как манят, то прямо не могу. Так, ладно, дети, дома пикник делать не будем. В субботу идем на пикник в лес, там ваши маршмеллошки, и дожарим. А сейчас быстренько тут все убирайте, и не вздумайте мне больше поджигать ничего, ясно? Ясно, ну вот, фу, чуть с ума с вами не сошла. Это же надо было придумать, устроить пикник прямо дома. Ну что, ребят, вот такая история. Их, я-то не успел маршмеллошку пожарить. Мам, а можно хотя бы на газу это сделать, а? Фу, Макс, нет, нужен нормальный открытый огонь. Никак не газ, ну потерпи немного. Скоро выходной, и пойдем в поход. Ну что, ждем выходных тогда. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренелка ТВ, и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Может все-таки дожарить? Макс! Ладно, ладно, так съем тогда. Субтитры сделал DimaTorzok